Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Заканчивается июнь, стоит жаркая погода, продолжаем активно собирать клубнику. Собрали уже больше 100 литров. И вот сейчас можно подвести итоги одного моего, можно сказать, что не очень удачного эксперимента по выращиванию клубники. Да, собственно, и не только клубники. В чем тут дело? Некоторое время назад пришла мне в голову мысль сделать грядки чуть-чуть поуже стандартных, которые я использовал много лет. Раньше грядки у меня были шириной, ну, примерно 90 сантиметров. И вот я посчитал, что возможно, возможно, будет удобнее использовать грядки поуже, сантиметров 60. И поскольку грядки у меня находятся на участке на постоянных местах, меняю только культуры на них, естественно, это коснулось различных культур, в том числе и клубники. Вот, к слову сказать, вот такие вот узенькие грядки клубники. Это сорт Юлия. Тут клубника растет в один рядок. Вот два рядка. А вот еще осталась старая грядка клубники шириной 90 сантиметров, того же сорта Юлия. И тоже она еще плодоносит. Так вот, почему этот эксперимент, считаю, что неудачный? Именно для нашей местности. В других местах, возможно, растение и клубника, в частности, будет расти хорошо. Дело в том, что, когда наступила жаркая погода, то выяснилось, что клубники расти в один рядок тяжело. Когда кустики клубники растут рядом с друг дружкой, то они как бы частично прикрывают друг друга и от солнышка. В результате клубника выглядит здесь лучше. И самое главное, плодоносит она здесь обильнее. Результат этого сезона показал. Каждый раз, когда собираем клубнику, присматриваемся к урожайности. И вот стало ясно, что клубника, вот именно на этой грядке, она выглядит получше. Сорт Юлия уже заканчивает плодоношение. А вот на этих грядочках тоже ягод немало выросло. Но, повторюсь, урожайность и по количеству, и по размеру ягод оказалась хуже, чем на грядке, где клубника растет в два рядка. Поэтому от этого способа выращивания клубники я отказываюсь. Ну, поскольку вот эта клубника молодая, не убирать же ее теперь, не пересаживать. Принято решение вот это пространство между грядками клубники просто заполнить появляющимися усами. То есть будет временно сформирована вот такая, как бы, чрезмерно широкая грядка клубники. И как она плодоносит свой срок, тогда уже эта грядка будет убрана и буду выращивать клубнику по-прежнему. На стандартных грядках шириной 90 сантиметров, используя двухстрочную посадку. Для некоторых других культур, вот, например, капуста, она тоже растет на узкой грядке, да и лук вот рядышком тоже. Для них, конечно, разницы никакой нет. Может быть, даже чуть-чуть удобнее выращивать эти культуры на более узких грядках, но несущественно. А вот для клубники, безусловно, результат получается похуже от применения узких грядок. Для помидоров и перцев примерно такая же картина. Вот здесь помидоры индетерминантные, у меня их немного высажены, всего в один рядок. Грядка поуже. И вот видно, что помидорам в жару здесь тяжелее, чем в те времена, когда они росли в два рядка, раньше так выращивал. И сейчас, видно, им сложнее преодолевать вот эти неприятности с погодой. В частности, я имею в виду жару. Конечно, я помидорки притеняю, но, тем не менее, все-таки это не решает всех вопросов. То есть помидоры выращивать в два рядка на более широкой грядке тоже, я думаю, более рационально. Опять же, это, повторюсь, для нашей местности, где частенько приходит очень жаркая, сухая погода. Про кукурузу пока сказать ничего не могу, но тоже думаю. Если ее выращивать в два рядка, то результат должен быть получше. Ну, правда, я с кукурузой экспериментировать не стал, так по-прежнему в два рядка ее и выращиваю. Но, однако, как говорят, отрицательный результат тоже за результат. Тем более, что эксперимент не принес никаких катастрофических потерь урожайности. Но стало ясно, что узкие грядки теперь делать больше не буду. А буду возвращаться снова к широким стандартным грядкам 90 сантиметров. Вот как эта грядка. Ну, так же, как и вот эта. Тоже она имеет двухстрочную высадку клубники. С такими грядками все-таки в нашей местности, я думаю, удобнее заниматься. И растением на них лучше, но обрабатывать их примерно так же. Останется у меня еще вот грядочка сорта Азия. Здесь тоже однострочная посадка. Ну, пусть уж теперь так и растет. А вот дальше будет сформирована грядка из той же Азии. Но уже здесь буду сажать клубнику в два рядка. И грядку сделаю пошире. Вот такие постоянно проводятся эксперименты. Конца им нету. Каждый огородник знает, что каждый сезон пробуем что-то новое. Что-то дает хороший результат, что-то нет. Страшного в этом тоже ничего нет. Наоборот, это очень хорошо. Да и интересно. Иногда огородники находят нестандартные решения многим вопросам. И добиваются хороших результатов. Вот так практически случайно я начал выращивать безрассадные помидоры. Но сейчас к ним настолько привык, что они практически являются основными на моем огороде. А рассадных осталось совсем чуть-чуть. И то для интереса. Ну и в конце пожелаю всем огородникам тоже побольше экспериментировать. Ну и конечно получать хорошие урожаи. Всем всего самого доброго. До свидания.